Я уже про это говорил. Если все станут фруктоедами, как я, то капец режиму Путина сразу настанет. В сети все чаще появляется информация о людях, которые навредили своему здоровью, питаясь исключительно фруктами. Но, несмотря на это, популярность так называемого фруктоедения продолжает расти. То, что ко мне постоянно обращаются жертвы подобных диет, я говорил многократно. Но похоже, что зачастую люди гораздо охотнее отдадут концы, чем признают свои ошибки. Мне же не остается ничего другого, кроме как в очередной раз озвучить свое мнение по этому поводу. Есть много фруктов – полезно, но в то же время не есть ничего, кроме фруктов – вредно. Причины, лежащие в основе данного утверждения, казалось бы, очевидны. Но приверженцы фрукторианства как будто бы из принципа отказываются их замечать. И все бы ничего, как говорится, каждый дрочит, как он хочет. И распоряжение собственным здоровьем – личное дело каждого, если бы не одно «но». Они так рьяно агитируют окружающих питаться исключительно фруктами, обещая при этом всем, кто последует их примеру обретения богатырского здоровья, свято просветленной духовности и острейшего ума. Веришь в привидения? Ну что, инфернальные сущности существуют? Я не то, чтобы не верю, я знаю, что это есть. Я атеист. Но в сверхъестественные силы непонятные, как бы, ну, них я их не отрицаю. Ну, верить в сверхъестественные и верить в богов – это разные вещи. Наряду с раскрытием сверхспособностей, недоступных простым смертным, плотно сидящим на пищевой угле, что это становится реальной проблемой. Проблемой как с физическим, так и с психическим здоровьем у тех, кто не от большого ума уверовал в свою исключительность и уникальность на фоне безликой, погрязшей в грехе толпы, а точнее в тот способ, благодаря которому эта уникальность может быть обретена. Каждый новоиспеченный адепт великой идеи поедания фруктов во имя спасения человечества незамедлительно начинает убеждать в своей правоте каждого, кто попадется ему на пути, распространяя таким образом опасную бациллу невежества, подобно мухе ЦЦ, и двойное ЦЦ не имеет никакого отношения к ударной дозе аскорбиновой кислоты. А если учитывать тот факт, что по большей части подобная пропаганда ведется из пещер и дебри Инстаграма, в социальной сети призваны полировать мозги каждого заглянувшего в ее недра. Массовость данного мероприятия стала приобретать характер эпидемии. Все вышесказанное также касается обычного сроедения и отчасти веганства. К вегетарианцам претензий нет. На этом месте я этот ролик прерву для того, чтобы дать возможность вам перейти на канал Павел Антидот и там посмотреть полную версию. Этот ролик взят именно с этого канала, и мне хотелось бы, чтобы канал развивался, именно поэтому я это делаю. Итак, ссылка снизу, перейдите по ссылке и посмотрите замечательную лекцию этого здорового крепкого парня на канале Павла. Павел вступил тоже в борьбу с мракобесием, и, естественно, если ты ставишь себе такую цель, то одна из первых фигур, на которую ты наткнешься, это, конечно, канал, как теперь правильно называют его на моем канале, канал дебильника. Столкнувшись с явно психическим отклонением, здоровый человек, точно так же, как и я, не может пройти мимо, и у него внутри присутствует вот это желание рассказать как можно большему количеству людей, что с этим блогером явно что-то не так. Так как я уже довольно давно столкнулся с дебильником, у меня уже нет такого рвения рассказывать о нем. Во-первых, это антиреклама, но, тем не менее, это реклама этому безумному человеку. Его чувство собственной важности с каждым разом увеличивается, как и число подписчиков. К сожалению, здравомыслящих людей очень мало. Последний мой ролик о прививках, да и много роликов у меня подобных на канале, показывают, каков процент безумия в обществе, насколько все запущено, и чем безумнее человек, тем больше шансов, судя по всему, у него в этой стране сделать карьеру, стать знаменитым, я не знаю, пойти в депутаты или еще что-то в этом роде. Относительно сыроедения я планирую сделать еще тоже несколько роликов, и, конечно же, адекватным людям должно быть понятно, что перегибы в этой сфере никогда не ведут к здоровью. В своем ролике «Как прожить 100 лет» я говорил как раз таки о том, что все громко заявляющие о себе сыроеды и фруктоеды умерли достаточно молодыми. Что ж, дебильник выглядит уже сейчас крайне плохо. Я думаю, что он пойдет путем, как и все остальные. Никто из них не доживал до 60 лет, не говоря уже о долгой плодотворной жизни. Единственный момент, на который я еще хочу вот просто сейчас заострить внимание, это многие девушки в основном ведутся на вот эти разговоры, что, дескать, организм у нас чем-то загажен, что необходимо отказаться от всего, перейти только на морковку или на помидоры. Поэтому ты точно уж будешь худая и стройная и так далее. Но вот прежде чем действительно вдариться в эту ересь, посмотрите на самого этого дебильника, кто призывает всех отказаться от нормального питания. И, дескать, в этом залог борьбы с путинским режимом. Это даже смешно обсуждать. Так вот, посмотрите на человека 30 лет, чедушного вида, желтый цвет лица, какие-то прыщи на физиономии, главное, совершенно гнилые зубы. Вот это, кстати, вам на сыроедении гарантировано. Здоровья нет, а вот то, что вы лишитесь зубов уже в 20-30 лет, в этом нет ни малейшего сомнения. Посмотрите исповеди сыроедов многих, и, возможно, я сделаю именно об этом отдельный ролик, как они прощались со своими зубами. У многих они гнили, как у дебильника, у кого-то рассыпались в труху, у всех по-разному. Но так или иначе, зубов они лишились. Напрочь. И это говорит не только о том, что избыток фруктозы разрушает ваши зубы, это говорит о том, что вся костная масса в вашем организме подвергается точно такому же негативному воздействию. Да, милые девушки, худыми вы, наверное, будете, но без зубами, с желтым цветом лица, от вас будет плохо пахнуть. И у вас будут постоянные проблемы с костями. Я уже не говорю о том, что во время экстремального сыроедения и фруктоедения идет буквально смертельный удар по вашей поджелудочной железе. Почему? Смотрите мой ролик «Как дожить до 100 лет», и там многое поймете. И прежде чем очаровываться различными активными шизофрениками, а они крайне эмоционально и харизматично втюхивают свои идеи. Пошли, вот, нумерация единичка, единичка. И поехали, вот я тут, по-моему, 82 страниц, вот, последняя 82-я. Они все сами сшили, вот, в прокуратуре, и поставили там свою печать эту, ну, стандартное клише в ответе на письмо. Очень характерен внешний облик этих пациентов. Даже не столько внешний облик, сколько манера себя держать, манера поведения. Паранояльные пациенты крайне заряжены своей идеей. Больные преподносят свою идею, несут ее как знамя. Практически рассказывают ее с каждому человеку, с которым он приходится общаться. Больные заряжены энергией. Даже физически неприятно находиться рядом с пациентом, потому что чувствуешь, что на тебя просто двигается каток с огромным транспарантом, на котором написан, как лозунг, это вот самая идея, которую он продвигает. Будь то изобретение чудесного препарата или аппарата, который исцеляет всех вокруг. Будь то ущемление прав счетной палаты Российской Федерации или еще кем-нибудь. Но, тем не менее, это всегда массивный, интенсивный психический напор со стороны пациента. Все-таки, все-таки поищите исповеди сыроедов. И убедитесь, что у большинства из них здоровье не только не прибавилось, но и исчезло полностью. Пока. Теперь хочу обратиться к тем, кто в силу своей наивности безоговорочно верит всевозможным бредовым небылицам, а видовым питанием, которыми изобилует информационное пространство и, в частности, YouTube. Правильное питание и здоровый образ жизни в целом, несомненно, крайне положительно сказывается на общем самочувствии, физической выносливости и умственной активности. Проблемы возникают тогда, когда люди начинают переоценивать свои возможности, принимают желаемое за действительное и теряют способность мыслить критически. Большинство из них становятся жертвами шарлатанов всех мастей со всеми вытекающими последствиями. Помните, что фанатики – это золотая жила для тех, кто наживается на чужом невежестве. Как пели кот Базилио и Лиса Алиса, но дурака не нужен нож, ему с три короба соврешь и делай с ним, что хочешь. Напоследок, вот вам лакмусовая бумажка, с помощью которой вы точно поймете, когда вас хотят поиметь. Если кто-то очень красиво говорит и много обещает, он непременно пиздит. Будьте здоровы, друзья! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok